Спорт день за днём продолжает выпуски Оля Гуакамоле из гостеприимных ресторанов Евразии в Санкт-Петербурге и окрестностях. И сегодня мы подобрались максимально близко к Ледовому дворцу на большевиков, где выступает хоккейный клуб СКА. Оля Гуакамоле меняет формат. Наша ведущая Милана Орехова нашла работу мечты. Мы желаем ей большого успеха. С сегодняшнего дня мы больше не готовим, а только едим. Потому что если я начну вам готовить, то я боюсь, что вы скоро все сляжете с отравлениями, причем тяжелыми. В сети ресторанов Евразии нам много всего вкусного приготовят, а есть мы будем со спортсменами. Ребята, у нас сегодня ланч просто огненный, потому что гость огненный. Я, честно говоря, не могу даже вспомнить, когда последний раз я ел с конем. Уже 11 лет он представляет хоккейный клуб СКА. Это самый верный игрок хоккейного клуба СКА. По-моему, просто единственный, кто остается неизменным на протяжении 11 лет. Конь-огонь! Конь-огонь! Г харь или шоккейный клуб! По-моему, просто единственный, кто за вас безуме! Он лежит в корыу! Во-моему, просто единственный, кто за вас безуме! НеICA-иги! Давь или шоккейный клуб! Интересный! Деньги! Вы проживайте отзывлючения 11 лет! у тебя был день рождения 11 лет вот несколько дней назад как они празднуют свой день рождения с удовольствием на что они едят что к праздничному столу у меня много чего было морковка тертая с сахаром на утро была овсяная кашка это с целью восстановления после дня рождения или нет это процессе так как у меня мой день начался с игры почему-то правда в мини-футбол но в ска стрельно отыграв там с родителями и детьми я переехал на другу в другой стадион тоже ска стрельно и мы играли уже в хоккей даже федерико феллини большего абсурда чем мы сейчас записали за эту минуту снять не мог что конь был стрельне ел морковку потом кашу ну играл футбол я думаю что нам придется сорвать маски и показать что конь это все-таки человек николай малахов появитесь пожалуйста я в одном интервью читал что ты в первые два часа своего вообще исторического нахождения на льду вот в этом от костюме но не в этом а в том который был 11 лет назад первые два часа ты жестко стеснялся прошло это ну я думаю что да что это прошло это стеснение надеваешь костюм и многие говорят что вот ты и ты в костюме как будто два разных человека на самом деле я надеюсь что они немножечко не льстят в этом но в костюме как-то раскрепощаешься от общества скрываешься таким образом ну не то чтобы я скрываюсь от общества наоборот являешься ему натуральный да 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 ты говорил что в первой маске которая у тебя была вот эта не за как назвать голова мало что голова первой голове было невозможно находиться невозможно дышать да она была не было ли у тебя гипоксии вот слава богу не не развилась у меня это дело очень жаркая была очень плотно лицо облегала вот она была полностью вся из поролона который был очень трудно вычистить так как поролон обычные грубо говоря губ который впитывает в себя все сейчас конечно материалы совершенно другие но жарко не могу сказать что намного меньше стало по крайней мере чистить эту голову стало просто легко а что значит чистить это как как-то ну он чистишь или отдаешь в хим не даже не знаю на конюшню в химчистку куда в команде есть прачечная они мне помогают стирают нижнюю так скажем ниже головы все с головой и и самое главное протереть после матча очень хорошо высушить ее и там есть волшебные ящики как и называют туда кладем эту голову через 40 минут он полностью ионизирован но ничего себе ну то есть обеззаражен все остальное сухая конечно все лезут целоваться во дворце когда конечно до без заражек вот именно что лезут и к нему целоваться слава богу жена меня не слышишь обязательно ли было условия изначально то что рассказывал теперь кто-то на кухне подошел то ли свой то ли чужой предложил эту роль и обязательное было условие как умение кататься на коньках ну это первоочередное было там если память не изменяет диалог строился так так коль ты же у меня хоккей игра начнет как катаешься в этом уж конем а вот в смысле ну да там игра слов такая непереводимая была в смысле каким конем мы коня там придумали там вот нам нужен конь мало того что нужно отпрыгать отбегать от хайповать три часа или там сколько даже больше получается да сколько там вмещает себя вся эта история с хоккейным матчем так нужно оказываться еще и позаботиться о голове а потом ты так и живешь кронштадте ведь правда не 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 я уже я переехал и ужаснулся сколько еще следовала потом переехал я тоже так скажем ближайший пригород но поближе чем кронштадт как раньше до кронштадта мне 75 километров где-то да но то сейчас где-то 30 км от ледово эмоции еще не успевают уйти так в тяжелую усталость не 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 успевают ты приходишь домой садишься вот тогда уже но было такое что приходилось после ледового в кронштадт да конечно я просто это достаточно много прожил и как раз я начинал все получается кронштадта уехал пока 45 лет назад все лишь вот приезжаешь ночью на же все-таки о правильном питании разговор идет женщина очень есть наверняка хочется сколько там килограммов выпало ну что ты с холодильника сосиски связками далее не после матча я стараюсь практически ничего не есть что все-таки вес набрать очень легко оказывается вот а потом его скидывать очень очень сложно и лишний килограммчик он дает себе из коня можно обратиться в боевого коня ну да как тяжеловозы это ильгей мурумца не так кефирочку чайку попил у меня естественно как у любого обычного человека носятся всякие шутки про коней вот какая тебя достала уже вот я ведь уверен что даже друзья на не воле-неволе все равно шутит да даже в простых разговорах вот какая достала просто до такой степени что уже когда коня лошади называют лошадь уходи вот это все да ну вот грубо говоря да есть разница да между конем и лошади вот поэтому как взрослые люди мы это можем понять а вот некоторые лошадь лошадь и там лошадка слова лошади у меня только если это детский голосочек какой-нибудь лошадка вот а повернешься послушно что взрослый человек там лошадь как так у меня даже на спине написано огонь ну а кто тебе на спину смотрит тут увидели тебя вот такой но первые реакции тебе же много приходится иметь дел со спонтанными реакциями получаю вообще они постоянно то есть абсолютно постоянно спонтанная ну немножко энергии немножко энергии до белочка углевод у нас сегодня бифштекс картошка специально для того чтобы можно было раз по сто объезжать трибуны хоккейного города который тоже находится здесь недалеко ты кстати когда вот передвигаешь вот так вот это хаотичное передвижение по трибунам по вот этим вот тектором или у тебя есть какой-то план у тебя там бумажка какая-нибудь не бумажки 404 потом идут 201 но к сожалению 400 и мне нельзя ходить попросили туда подниматься потому что там не очень безопасно так скажем ведут этого переднего стекла который вдоль которого идешь и люди когда-то пытаются фотографироваться еще что-то они же не не по очереди же когда устали вот мы аккуратненько это все хаотично это много людей это кто-то переваливается пытается что-то споркать и не дай бог мы не оттуда так скажем мимо вип-ложь на второе вылетит а так есть конечно такой уже сложившийся план так скажем когда начинаем отсюда пойдем 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 пока проходим первую половину стадиона период заканчивается он потом через фанатский сектор вторую сторону стадиона если успел в третьем периоде заскочим времени не всегда хватает чтобы обойти даже уже застреваешь на ком-то на каких-то постоянных клиентов но есть постоянные люди которые но это сколько же на те же места многие вот у меня вот так визуально память хорошая вот на имена кстати очень плохая но там некраса имена не визуальная ваша вот визуальная да то есть периодически видно как меняется стадион то есть лицо стадиона меняется и как он меняется следующий год новые лица да вот эти появившиеся они как будто они на хоккей что ли пришли а куда я не могу ответить на этот вопрос меня возникло один раз такое ощущение когда мы сравнили контингент на регулярного чемпионата и плей-офф мы пришли компании на матч регулярного чемпионата потом пристили мальчик плей-офф причем это был как раз по-моему 15 год когда когда ска победил и вот там контингент менялся прямо по ходу сезона по ходу сезона да есть такое а так в принципе в течение сезона не сильно меняется лицо всего ледового а фанаты персональные есть которые уже просто вот вот которым не подойдешь обидится на мне пока удается сделать так чтобы вот внимание было ко всем одинаковое никто не обижался что вот так сегодня ко мне подошел там еще там вот некоторые люди побегают блин конь у тебя уже три года пытаемся поймать фото ну подожди подожди ну давайте я был такой российский кино альманах из наиболее талантливых российских режиссеров и последний по он в ряду шла новелла кирилла серебрянникова про ростовую куклу креветки которая ходила по новому арбату в такой мрачной еще такой москве еще такой еще совсем ненарядной прямо скажем и пытался зазвать людей в ресторан по моему средиземноморской кухни или перепродукты предлагал и он как-то так навязчиво и странно это дело что в итоге кончилось тем что его просто побили и вот просто тут не грозил губит убьют эту креветку прямо на улице вот на агрессивные какие-то люди бывают которые чем-то не устроил было такое на любом хоккей где я был такого чтобы агрессивного именно в мою сторону никогда не было обнать слишком тонн лежатка отрывают там гриву там ну бывают да все же люди разные кому-то интересно потрогать из чего это гривы сделаны были моменты когда поворачиваются гривы хвосту как-то в бой так и что сделал в таких случаях ну чё отдай хвост отдай хвост до разворачивался уходил пришивал там все что-то быстренько быстренько на коленках и обратно на стадион а вот в этом вот твоем перемещении бесконечном тебя есть время смотреть хоккей ты же любишь хоккей да я очень люблю я очень люблю хоккей с детства у меня это болезнь так скажем добрая посмотреть хоккей мне вау удается во время матча да я счет знаю но какие-то там интересные моменты естественно мне не получается что все-таки работаем для людей хоккей естественно как это основное действие на которые люди приходят я уже такое маленькое незаметное дополнение к этому всему а вот говорят что некоторые футбольные в этом случае тренеры до которые эмоциональные очень с нациальность ведет говорят что они в себе не убили игроков и они хотят вот эти софиты вот этот камер на тебя есть какой-то такой эмоциональная звездная минута когда вот это происходит ну частично наверное да когда выезжаешь вот налет эти софиты поднимаешь руки вверх там приветствуешь людей болельщиков они кричат скандируют это энергетика до который несколько так скажем как вампирчик такой вот этой энергетикой заряжаешься достаточно после сезон заканчивается и вот межсезонье вот это вот ну первый месяц еще где-то там сидишь выдохнул того вот а потом сидишь и ерзаешься этим заняться ну лаз где хоккей хоккей жизнь боль когда хоккей 0 ты ездишь на выезды но иногда получается ездить но и есть такая маленькая сложность что не все клубы готовы приветствовать чужого именно талисмана чужой команды мол у нас свой есть вот он нам удачу пускай приносит а ваш не надо вот он же вам будет удачу приносить и на полном серьезе люди вот они этого да то есть не как шоу как к войне да вот буквально вчера ярославский медведь поехал как правильно балашиха да да я стребую причем это еще регулярный чемпионат это даже не плывов там видно у них что-то принципиально и талисманы медведи туда не пустили себе передач себе представляю стоят специальные службы на входе ну нет там нет конечно не совсем так но без согласования на чужой стадион как бы мы никто никогда не просто так взял кашел и понятен я думаю что надо броситься на этот стейк надо я правда никогда не видел чтобы кони ели мясо или мясо ничего страшного но пока не победителями не помешает вот я читал опросник не помню насколько он старый правда два года назад или 3 назад кхл провел опрос всех калисманов олег которые где-то наверно больше двух третий когда на вопрос как кто симпатичен из остальных искали из коллег-конкурентов назвали коньями чем-то их так за душу берешь не могу сказать чем мы уже давно знакомы 57 лет то есть от начала матчей звезд когда на стали привлекать туда это был первый в челябинске вот то есть мы там все познакомились не росла ский казанский рижский рижский там человечек смешной насколько я помню да что внутри что снаружи да это потешный то есть у него профессиональная деформация вовсю у него вовсю и везде а у тебя есть деформация а я вот не могу верно и ореху с головой разговариваешь на нем мы с ним иногда и до может подеседывать и что он рассказывает но это это какие хорошо в какие часы суток это происходит думать после матча если он дома то больше наверно уже сын с ним общается когда он спать ложится тогда вот же подглавишь ну не переживай родной и и и дома тебе досталось так как сыном два с половиной это его любимая игрушка что может быть опасно ну ему ему весело он радуется улыбается это самое главное также как в ледовом все дети видят ложка гу-гошка вот а был даже случай одна девочка подвигает пока ну ты же всех какие-то знаешь ну дай телефоны а ты можешь мне максу чудейного телефон дать очень когда он у нас играл класс нет я сразу решил прекратить вот это вот дальнейшее развитие какие-то чьи-то телефоны еще что-то в штатах как так делайте это как-нибудь самостоятельно можно продолжать подлог поглощать замечательность пивштекс это серьезно было что было да да какая-то вас там потасовка с зайцем господи люди вы что не а поэтому я спрашиваю фигня потом у нас сразу началась на матче звезд ну вот и потом даже многие писали там личку еще где-то и так вот по всем ребятам которые работают талисманами вот выйдет там едете на матч звезд да вот а будет драка талисман для людей это не было бы счастье до увидеть это это прикольно в братиславе очень весело получить с ястреб драка и потом у них харви 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 да принимающая сторона ну и значит с него и начнем вот получилось что всю вот эту заварушку пушную я начал то есть я навалился на харви вот и все это произошло возле борта на что вот мне стало страшно в какой-то маленький момент после того как я посмотрел это видео у меня проснулся страх то есть во время всего это действие естественно как-то это было прикольно весело и нормально я на харви сверху мамонт дальше снеговик медведь и так далее так далее то есть вот это вот заварух и вся начинается вот и к слову аришском человечки человечки он всегда называет динамит динамит на что делает янис он залазит на борт и окрыленно падает на весь на все это вишенкой на торт на вот да 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 вот в этот момент когда первый второй третий четвертый я так потихонечку и начинаешь кости считает собственно вылез из-под этого и так вдоль бортика растянулся и то есть это куча мало со стороны уже но на мальчик хитрый стратегический ход да 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 начал и вовремя ушел но когда игры это увидел летящего яниса вот на это человек ты чем думал тот момент он конечно худенький высокий худой легенький зал ходишь зачем ну мало я поддерживаю мне мне достаточно в принципе можно дома вот это надеть да и приседать да да хочешь похудеть проси мне как а предпочтение в еде какие-то мясо люблю ну то есть мы попали сегодня да бифштекс просто порадовали до коня перед тем как раз пойдет прекрасно работать мы должны разыграть два билета на матч ска они достанутся тем кто правильно ответить на конкурсный вопрос а конкурсный вопрос у нас будет всегда один и тот же ко всем гостям в данном случае открывает кони огонь поскольку у нас шоу о еде и спорте то конкурсные вопросы у нас тоже будет всегда о еде и о спорте чтобы ознакомиться с условами нужно пойти в наши соцсети там все внимательно изучить а вопрос звучит так твой любимый спортсмен всех времен и народов и твоя нелюбимая еда который ты категорически не хотел увидеть свои тарелки любимый спортсмен это хоккеист они любимая еда это вареное сало вареное сало прости это что вот когда борщ ел вот прям вот когда-то я и вареное вот это вот то есть это не мясо которое ты любишь именно конкретно вареное сало я знаю кстати многих людей некоторых людей которые называют это собачьим мясом этот разваренная мясо супе и мясо и это нормально вот особенно которая вот сейчас сал вот так вот самый любимый спортсмен хоккеист хорошо салом какие стал любимый спортсмен вратарь был томи сало швецкий да конечно вот он один раз был как вареный когда ему беларусь забросил помощь был момент как тыс как как вопрос поставил так я ответил а то же бери спортсмен такие есть ну давай уточним они у меня вот так предпочтение конкретного такого никогда не было мы по случаю юбилея завоевание ска первых медалей чемпионат ссср собирались в очень хорошей компании я думаю что мы денису привет передадим я говорю привет денис а ты тогда сидел и говорил что тебе нужно держать форму что ты будешь сделать культурно потому что тебе скоро быть волком вот как ты в лес чужую шкуру но это уже совсем другая история это был чемпионат мира мира по хоккей в москве я работал 3 брендил грубо говоря да чем круче быть конем или волка конем ну да вот там и волк и не волки матрешка бывает все что связано было с чемпионатом мира и фан-зоной и вот в течение месяца это было очень интересно насыщено когда-нибудь может быть получится побыть кем-то еще ну да талисманом олимпийских игр или талисманом чемпионата мира тоже очень интересно ты в казани был был а что там делал ну изначально там был матч звезд а из прям сильно запомнившиеся момента я был свидетелем на свадьбе свидетельница была виктория из торпеда олениха так олениха была свидетельница да кое был свидетелем конь был свидетелем а женили мы енотов а енот то откуда были а это талисман енот фырк талисман следж хоккея и вот это вот было немножко неожиданно побывать на такой свадьбе так вот я тоже был в казани когда последний раз я но я сидел в ресторане и поскольку ну типичный вопрос для не местного в россии я спросил не люблю слово официант верхнего 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 спросил а что вы сегодня нам порекомендуете что сказал вы знаете сегодня могу порекомендовать привезли свежего коня он вкусно да вкусно конь вкусный на какой вкусный это я знаю мне когда вот мы встречаемся с ребятами талисман агбар садан дарка мне привозят всегда конскую колбасу но вот горшочки такой не в колбасе а вот именно конскую колбасу горшочки коня я еще не ел то есть рекомендуете ты можешь потом это даже снять на видео выложить в инстаграм что ты каннибализмом занимаешься по сути это невозможно как я же не себя еб а коня я что-то об этом думаешь конь как только мы заговорили о казани конь на меня вот это вот открыл пасть смотри это глупаешь понимаешь самое интересное ты ел коня да ну мучайся а